Дети не маленькие взрослые. Их тип активности и рискованность поведения, любопытство и потребность к экспериментам не всегда сохраняют их в целости. Родители должны объяснить детям правила безопасности, в том числе во время движения на автотранспорте. С этой целью 29 октября в Кургане прошел автопробег, парад автокресел. Наличие автокресла в автомобиле еще не говорит о том, что ваш ребенок в безопасности. Во-первых, самое главное, необходимо автокресло выбирать в соответствии с весом и ростом своего ребенка. Это первым именно. Также автокресло должно быть правильно зафиксировано в автомобиле. То есть кресло не должно, так сказать, болтаться. Оно должно быть плотно зафиксировано, как одно целое с транспортным средством. Также необходимо всегда проверять ремни, к которым пристегивается ребенок. Участники автопробега – родители малышей курганских детских садов. Они останавливались у мест массового скопления людей и совместно с инспекторами ГИБДД объясняли горожанам, как правильно нужно перевозить детей. Все отзывались с пониманием. Обязательно детское кресло, скоростной режим. В принципе, все правила дорожного движения обязательно. Бывает ситуация на дороге, тормозишь резко, понимаешь, что ребенок в безопасности – это прежде всего. На самом деле были случаи, когда родители спорили с инспектором о том, что я же по правилам вожу, за это же не наказывают. Да, были случаи, когда на самом деле абсолютно по правилам. Но практика показывает, что не всегда правила учитывают дорожную ситуацию. И те случаи, которые происходят, они говорят о том, что правила правилами, но нужно позаботиться, наверное, немножко дальше пойти и позаботиться посильнее о своем ребенке. В Кургане наблюдается рост детского травматизма. На сегодняшний момент уже зарегистрировано более 18 ДТП с участием маленьких пассажиров. Причем в шести случаях дети перевозились с нарушением. Это не может не волновать руководство области. Увеличивается финансирование программ, направленных на безопасность на дорогах. В этом году через Дорожный фонд мы увеличили ассигнование по финансированию обустройства пешеходных переходов. Это приличная сумма. В следующий год мы дополнительно уже к действующей программе дополняем 200 миллионов рублей по организации фото-видеофиксации. Власти за Уралия ставят задачу максимально снизить травмирование и гибель детей при ДТП. И главное в этом вопросе, чтобы родители боялись не штрафных, карательных санкций, а на деле заботились о жизни своих детей. Алексей Старцев, Александр Менщиков, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.